Минувшая неделя была богата на события. События эти были разными, веселыми, не очень важными, незначительными. Мы отобрали для вас семь основных тем прошедшей недели и усаживайтесь поудобнее. Обо всем этом сейчас поговорим. Как известно, давным-давно один из московских судов признал законным поименование партии «Единая Россия» партии «Жуликов и воров». Есть такой абсурдный эпизод в истории новейшей России, когда действительно суд признал это законным и правильным. И с тех пор мы получаем массу подтверждений этого тезиса, в том числе и в республике Башкортостан, на прошедшей неделе мы увидели, как партия «Единая Россия» украла у партии КПРФ законодательную инициативу. Честно говоря, в моей практике впервые в области хищения всевозможных полезных и не очень вещей партия «Единая Россия» крадет законопроект. Обычно это деньги из бюджета, какие-нибудь транши, пожертвования, еще что-нибудь, но в конце концов какие-нибудь приличные и еще не заржавевшие трубы из котлована, но вот чтобы украли законопроект, такое впервые. Речь идет о том, что в госсобрании республики Башкортостан партия «Единая Россия» на прошедшей неделе внесла законопроект «Дети войны». Суть этого законопроекта в том, чтобы выплатить какие-то там компенсации пока не определенного объема людям, родившимся в определенный промежуток месяцев в 1945 году. Подоплекой законопроекта является логика того, что люди, родившиеся сразу после Второй мировой войны, попали в очень трудную жизненную ситуацию, разруха, голод, потеря родителей и прочее, и прочее. Вот теперь им полагается компенсация. С 2012 года башкирские коммунисты носились по госсобранию с этим проектом. А, собственно, «Единая Россия» не давала принять этот законопроект, то есть не голосовала, не пропускала, не согласовывала и так далее. И вот прошло 9 лет, и внезапно «Единая Россия» республики Башкортостан вносит этот законопроект на голосование как свой. И, естественно, голосует его за, потому что имеет большинство. И вот тут у всех, кто понимает, случился некоторый шок. 9 лет коммунисты пытались эту идею протолкнуть, ровно до тех пор, пока «Единая Россия» не обратила на нее внимания, не присвоила себе эту идею и не протолкнула ее через вот эти процедуры голосования. Что это было, давайте попробуем разобраться. Совершенно очевидно, что предвыборный процесс уже начался, и партия «Единая Россия» в республике внезапно обнаружила, что не имеет никаких благостных инициатив, не заявила о том, что построит 100-500 бассейнов детских садов или хотя бы бадминтонных площадок, в общем, не сделано ничего. А Рустем Маратович Ахмадинуров, увлеченный иными вещами, как-то прохлопал вот этот подготовительный период. И в панике, видимо, все забегали в поисках какой-нибудь благой инициативы. Ну, так как с мозгами у них там совсем уже нехорошо в последнее время, я имею в виду с креативными подходами, какими-то способностями что-то придумать, они по своей сущности и привычке схватили то, что плохо лежало поблизости, а именно чужие идеи. Но, ладно, хорошо, внесли закон, законопроект, будут сейчас его превращать в закон. А как все реагирует КПРФ? Ну, все-таки 9 лет люди озвучивали, это все было очень публично. Я помню, как Ильгам Галин возмущался тем, что вот, ну, коммунисты вносят АКПРФ, предлагает, а при этом Единая Россия все это дело рубит, зарубает и не дает провести несчастные дети войны. Как бы все уменьшаются и уменьшаются в численности, и скоро некому будет уже и помочь. Ну, в общем, вот так было. Это было достаточно публично, а сейчас Единая Россия это все дело просто тупо украла. Но, ладно, хорошо, зачем это нужно Единой России, мы понимаем. То есть она должна принять более или менее приличный вид перед выборами. Но как среагирует КПРФ? Ну, вот такое, ну, просто вопиющее, это даже не воровство, это грабеж. То есть это открытое завладение чужим имуществом, каковым бы оно ни было. На удивление КПРФ среагировало спокойно, никаких нот протеста, мордобоя и прочих, значит, конфликтных моментов не выявлено не было. И складывается впечатление, что юниор Котлугужин тупо поменял эту идею, например, на мандат в Государственной Думе. Хотя это все еще не факт, это только пока предположение, ну, один из вариантов комбинации, которые происходят сейчас в Госсобрании. Вообще, конечно, надо бы углубиться в эту историю. В этом законопроекте пока никак не звучит, сколько будет надбавка к пенсии. Для тех, кто родился в этот заведомый короткий промежуток времени, это всего несколько месяцев 1945 года, в который нужно было родиться людям, чтобы получить вот эту надбавку. Кто-то говорит о том, что почти 200 тысяч человек таких в республике, но мне не очень верится. В общем, тут, конечно, непонятно. Складывается впечатление, что это всего лишь такая пропагандистская история, чтобы партия «Единой России» могла выставить себя как защитницей сирых, обиженных и оскорбленных даже в глубоком прошлом. Крайне редко в своих обзорах я затрагиваю спортивные темы. Я вообще не спортивный фанат, я много раз об этом говорил. Все, что я могу посмотреть с точки зрения поболеть, это чемпионат мира по футболу, и то не каждый раз. Но, тем не менее, на этой неделе у нас случился действительно выдающийся спортивный момент в республике. Я не даю ему коннотацию, положительный он или отрицательный. На самом деле, конечно, отрицательный. И речь идет о том, что Салават Юлаев проиграл серию Акбарсу в сухую 4-0. Нет границ скорби истинного болельщика Салавата Юлаева, каковым я себя не отношу. Рвали волосы, обзывались, дрались, разоряли дом, дрались, вешались, как пел с той песней. Но, в общем, 4-0. Аналитики говорят, что такого не было, в принципе, никогда. Я думаю, что то ли еще будет. Потому что, если подходить к вопросу развития или, по крайней мере, сохранения спорта в республике, мы видим, что есть системный подход по его разрушению. Уже уничтожен футбольный клуб Уфа, фактически, судя по результатам того, что он дал в сезоне. И вот теперь мы видим полный крах Салавата Юлаева. Лично я это отношу к администрированию процессов. И речь идет о том, что футбольным клубом Уфа до определенного момента занимался Ростислав Мурзагулов. И мы помним, как распродавали там самых хороших игроков, меняя их на каких-то кривоногих неумех. Ну, а хоккейным клубом Салавата Юлаев, соответственно, занимается Ренат Баширов. Ренат Баширов. Человек, который никак себя не реализовал в области спорта, но при этом испытывает какие-то, видимо, комплексы неполноценности. Там бесконечно играет по ночам в хоккей, впрочем, не добиваясь каких-то особых успехов. Мне, себя, действительно, экспертом и специалистом, но при этом еще будучи первым заместителем руководителя администрации главы региона, вот этот Ренат Баширов привел Салават Юлаев вот к этому результату. 4-0 в сухую Акбарсу. И очень не кстати, на самом деле. В тот момент, когда Башкирия и Татарстан особенно остро противостоят друг другу и в экономическом, и в каком-то ментальном и политическом смыслах, вот в этот момент 4-0 проиграть Акбарсу, это очень символично. И это четко подчеркивает позицию Башкортостана относительно Татарстана. Позиция эта, увы, коленно-локтевая. Ну и как обычно, вокруг вот этой вот трагической истории с сухим проигрышем Акбарсу стали появляться всевозможные теории заговора. Многие из них смешные, некоторые не очень. Особенно меня рассмешила версия и байка о том, что Азат Барганов поставил 700 тысяч на тотализаторе против Салавата Юлаева и выиграл. Злые языки шепчут о том, что именно Ренат Баширов присоветовал Азату сделать такую ставку. Я, конечно, категорически не верю в эту байку. Кроме всего прочего, и проверить это нет никакой возможности. Единственным косвенным подтверждением этой легенды может служить то, с каким размахом проводит свой отпуск сейчас Азат Барганов. Но, собственно, это могут быть и несвязанные вещи. Может, человек накопил, может, голодал. Но, в общем, тем не менее, сам факт появления вот этих слухов и привязки к этим проигрышам корыстных интересов менеджеров и Салавата Юлаевой, и рядом стоящих друзей, сам факт создания этих легенд, конечно, говорит о многом. Он говорит, в первую очередь, об отношении рядовых болельщиков и вообще людей, обращающих внимание на спорт, к тем, кто этим спортом у нас администрирует, кто им занимается, кто им руководит. Очень много событий случилось в республике и в ее столице в прошедшую неделю вокруг строительной сферы. Самым громким событием, конечно же, было увольнение Олега Байдена, главного архитектора города Уфы. Слухи об этом увольнении ходили и недели ранее, но как-то все это не подтверждалось, и вот подтвердилось. Злые языки говорят о том, что Байден, увольняясь, проклял Хабирова и заявил, что именно Хабиров заставил его уволиться. Так это или не так, я не знаю, но если это так, то я, в принципе, присоединяюсь к Раде Фаридовичу, потому что Байден в последние годы это человек токсичный, вредный и разрушительный для Уфы, это отличник точечной застройки, это орденоносец этих фейковых общественных слушаний и прочее, прочее. Я причисляю его к когорте тех людей, которые нанесли максимальный вред городу Уфе, разрушая его архитектурный облик. Никакой жалости и сожаления по поводу увольнения Олега Байдена я не испытываю, но у меня вопросы, кто придет ему на смену. Там, да, уже присмотрели вот эту очень ушлую, шуструю и умелую девушку наперевес со своим мужем, который придет к нам из Института развития городов Башкортостана, но вот это, как говорится, не дай бог. Потому что тут не то, что Байден, тут нам кто-нибудь еще и похуже вспомнится. В общем, конечно, будем наблюдать за этой ситуацией, но с Байденом мы прощаемся. Если увольнение Олега Байдена было всего лишь тактическим ходом в строительной войне, то на прошедшей неделе были и совершенно конкретные боевые действия. Я говорю о том, что, например, мэрия отзывает разрешение на комплексную застройку в границах улиц Максима Горького, Мира, Конституции и Кольцевая. Отзывает это разрешение УПСК-6 у Андрея Носкова. Собственно, это ответный ход на предыдущие действия господина Носкова. Уже отозвано разрешение на строительство на площадке Шатару ставили 5, при этом формально из-за нерасселения жилья. Однако мы помним, что Орджоникинский суд подтвердил право на строительство на этой площадке у Андрея Носкова. В общем, тут происходит некий обмен ударами. При этом в ответ на отзыв вот этого разрешения на комплексную застройку в Черняковке Носков, вернее, его адвокаты заявили о том, что они повышают сумму компенсации, которую требуют с мэрией за вот эти все запреты. Непонятно, конечно, на что рассчитывает Носков. Есть ощущение того, что он идет в вабанг, что вот ему, в общем-то, нечего терять. Очень интересно, какова будет судьба логистического центра, который в Иглинском районе все-таки заложен от имени ПСК-6. И в этом логистическом центре очень заинтересованы власти республики. Насколько вот эти процессы связаны с Носковым, Салиховым и прочими строителями, которым сейчас обрубают возможность работать, насколько все это будет связано, например, со снижением объема сдачи жилья в 2021 году, или Хабиров все-таки надеется на Садовое кольцо, которое всех вытянет. С Садовым кольцом все тоже очень даже не здорово, на самом деле. Я общался с дольщиками тех домов, которые Садовое кольцо забрало у Бадикова. Там все довольно-таки, не слава богу, есть масса вопросов и со сроками, и с какими-то, значит, аспектами обязательств и прочих вещей. Я уж не говорю про документы, которые там так запутаны, что теперь уже черт ногу сломит. С Садовым кольцом вообще все непросто. Вот опять на прошедшей неделе появились детали по поводу точечной застройки, которая уж теперь очевидным образом происходит на участке Закивалидина Новом Ставая. Теперь мы узнаем, что вот на этом участке планируется постройка двух элитных домишек, пяти- и девятиэтажных, с соляриями на крышах, такие, знаете, непростые ни для бедноты, ни для, значит, вот этих обманутых дольщиков. Называется это будет ЖК Паркхаус, ну, как обычно, да, и занимается этим формально, по крайней мере, ООО Атом, в отношении которого Садовое кольцо категорически заявляет свою непричастность к этому ООО Атом, и вот директор там Марат Зямилев некий, дескать, мы к этому отношения никакого не имеем. Но он же самый этот Марат Зямилев, учредитель и директор ООО КСАН, которая создала ООО СК Капитал, 25% которого принадлежит ООО Садовое кольцо Инвест. Понимаете, вот одно дело заявлять, что мы не имеем к этому отношения, другое дело анализировать цепочку взаимодействия юридических лиц. Вот эта цепочка нас пока приводит к тому, что ООО Атом все-таки имеет отношение к Садовому кольцу. Более того, люди, посвященные и имеющие отношение к строительству, говорят, что вот этот Марат Зямилев имеет непосредственное и теснейшее отношение к вице-премьеру, курирующему строительству Раифу Абдрахимову. Вот тут у нас возникает вопрос. Уж не Абдрахимов ли стоит целиком и полностью за этим Садовым кольцом, но возможно, что вместе с Хабировым, конечно, они там это дело все организовывают, но, судя по всему, судя по этой связи, именно господин Абдрахимов является покровителем Садового кольца. Далее, по поводу этого участка на Новомостовой появились еще одни сведения, правда, они пока исходят только от жителей окрестных домов, и потому мы можем только считать это некими слухами и предположениями. Местные жители заявляют о том, что никаких публичных слушаний по поводу этого строительства не проводилось, паспорта объекта на месте там не находится. Более того, местные жители утверждают, что дом на Новомостовой 4А 37-го года постройки прошлого века является выявленным памятником архитектуры и отреставрирован в 2016 году. Вот это предполагают местные жители, а мы это, конечно, все проверим. Очень нехорошая картинка вырисовывается. Значит, в то время, когда Носкова, Салихова и прочих душат и вытесняются рынка по полной программе, на рынок у нас заходит Садовое кольцо, которому разрешают строить там, где вообще не разрешали строить никому раньше. Вот на Новомостовой 4А это место в зоне исторических зданий и сооружений, это место в непосредственной близости от кафедральной мечети, и долгие годы был запрет вообще на строительство там хоть сколько-нибудь высотных домов. С приходом новой администрации все вот эти обычаи и традиции Уфы начинают обнулять. Вот именно об этом я говорю, когда говорю о том, что в последнее время Уфу уродуют и разрушают с такой скоростью, которую мы не видели ранее. В прошлые выходные часть наших зрителей перепутала график работы нашего канала, и кому-то показалось, что на прошлой неделе в воскресенье не вышел очередной стрим. Многие уже метнулись в сторону молдавской границы, значит, пытаясь скрыться, но, тем не менее, на самом деле все в порядке. Стрим должен быть у нас завтра в воскресенье, и завтра же он и будет. Завтра в 20.00, общий, открытый, нормальный стрим, 31-й стрим для всех желающих. Заходите, задавайте вопросы, поговорим, пообщаемся. За окошком весна, пора просыпаться и оттаивать. Ну и, конечно, как обычно, мы вас призываем ставить лайки, комментировать, подписываться на наш канал. Напоминаю, что половина из тех, кто смотрит наш канал, не подписаны на него почему-то. Это возмутительное упущение. А также не забывайте про то, что у нас появилась кнопка, которая позволяет вам регулярно помогать, спонсировать наш канал на совершенно разные суммы, начиная с ничтожной и заканчивая вполне себе ощутимой. Это уже зависит от вас. Мы безумно благодарны за любую помощь нашему каналу. Ну, теперь о выборах. Вообще, я думаю, что, начиная с этого выпуска, мы будем регулярно говорить о тех процессах, которые происходят вокруг предвыборной и выборной борьбы в республике. Напомню, что 19 сентября в республике Башкортостан и во всей стране пройдут выборы в Государственную Думу, а у нас в Уфе еще и пройдут выборы в Горсовет. Так что есть о чем поговорить. И очень важно понимать те процессы, которые происходят вокруг подготовки к этим выборам. На прошедшей неделе, по-моему, в среду, слушая радио, я вздрогнул. Я услышал, как башкирский, татарский, чекмагушевский активист Руслан Нурдинов сравнил сотрудничество с Единой Россией с сотрудничеством с нацистской партией в 1939 году в Германии. Ну, вообще, за подобное сравнение, как минимум, уже полагается двушечка, по-моему, по нынешнему законодательству. Единая Россия была приравнена к нацистской партии. Но, вопреки моим опасениям за Руслана, никто из партии Единой Россия не побежал в суд и не потребовал, значит, привлечь пламенного революционера Нурдинова к ответственности, что лишний раз, на мой взгляд, подтверждает его аффилированность и некоторую неискренность. Но, тем не менее, между тем, не все так воинственно настроены к партии Единой Россия, не все настолько брезгуют взаимодействием с ней. Например, господин Гагин, о котором мы говорили, Валериан Гагин, наш покровитель искусств в городе Уфе, очень даже активно пользуется своей причастностью к партии Единой России. Не успел он заявить своих намерений о том, что он будет баллотироваться от этой партии в Горсовет, а заодно и в Госдуму, как тут же, значит, уже в протокол очередного 18-го городсовета от 25.03-го был включен вопрос о рассмотрении концепции проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченного границами улиц Кирова, Крупской, Ленина и Достоевского в городе Уфе. Это та самая задумка Валериана Гагина, его желание отобрать у нас жителей этого района, один из последних скверов на улице Кирова, последние зеленые насаждения в этом районе, и там он хочет воздвигнуть, значит, вот эту точечную застройку и построить вот этот вот свой ужасный комплекс облака, там какую-то бетонную плюху он собирается там сделать. У меня, кроме всего прочего, вопрос вот эта неточечная застройка, с которой так борются Ради Фаритовича и прочие пламенные революционеры, вот взять и прямо воткнуть между уже существующими зданиями в абсолютной тесноте исторического центра, воткнуть эту вот бетонную плюху и объявить ее необходимым объектом искусства. Кроме всего прочего, еще вопрос, а нам недостаточно ли арт-квадрата, который непосредственной близости от этой планируемой плюхи? Да и вообще, как не стыдно, человек еще только-только получил портбилет «Единая Россия», а уже, значит, пробился в первые ряды лоббистов. К сожалению, ходят слухи о том, что мэр Уфы Греков уже благословил эту идею. Насколько я знаю, опять тут у нас в этой идее фигурирует Ренат Баширов, который курировал концепцию, значит, и ее исправление. То есть у нас опять там, где вот какие-то странные вещи, где какие-то мутные процессы и деньги, опять у нас Ренат Баширов, да, то Салават Юлаев, то совхоз Алексеевский, то, значит, вот точечная застройка на Ленина и Кирова. В общем, местные жители, конечно, обеспокоены, а вот Валерий Ангагин пользуется предвыборной ситуацией. Все больше и больше запутывается ситуация и со списком «Единой России», то ли это туман и конспирация, то ли это череда провалов. Мы помним о том, что список, который первоначально составил господин Сидякин и отвез в Москву на Старую площадь, он был полностью аннулирован, зарублен и перечеркнут. Из 21 фамилии осталось, насколько мне известно, только 6. И Сидякина, как двоечника, вернули обратно переписывать задания. На прошедшей неделе произошел информационный вброс, выброс, или я бы даже сказал хуже, высер, в том смысле, что одно из уфимских изданий опубликовало некий список, который, естественно, был абсолютно недостоверным, состоял из одних политических фриков, но вот он был преподнесен как список «Единой России». В нем числились Шамиль Валеев, Рустам Ахмадинуров, Ильдар Бигбаев, господин Байгускаров и некоторые другие. Но судя по составу, по обилию этих политических фриков, которые туда навтыкали, это, конечно, был очевидный вброс. Напомню, что по процедуре сначала партия «Единая Россия» должна провести праймерис, а потом уже опубликовать списки. И то, что все списки, которые мы сейчас увидим, вот ближайшие пока, наверное, пару недель, это будут заведомые фейки. Завершая тему начавшейся подготовки к выборам, хотелось бы пофилософствовать о пользе вреда. Несмотря на абсурдность и кажущуюся невозможность подобной формулировки, на самом деле это так. Начиная с 2011 года, партия «Единая Россия» выдвигает и делегирует в Государственную Думу все менее и менее качественных кандидатов и депутатов. И этот процесс приобретает характер очищения республики от всевозможного политического шлака, от всевозможных отработанных токсичных персон. И вот, если мы посмотрим, кто в этот период подходит под эту формировку, этих людей очень много. Павел Качкаев, Лилия Гумирова, Алексей Изотов, господин Байгускаров, Рамзилиш Сарин. Вот все это отработанные персоны, которые уже не нужны здесь, в республике, которые себя достаточно быстро выработали, выжили, их вроде как девать некуда. Выбросить жалко, применить некуда. Их отправляют в Госдуму. Возможно, что в этот избирательный цикл у нас тоже произойдет то же самое. То есть, возможно, мы туда отправим и Шамиля Валеева, и Ахмадинурова, и Айткулова, и прочий-прочий вот этот вот уже вот шлам и выжимки нашей политической системы. Но, с одной стороны, это хорошо. Мы здесь очистим пространство. Нам дышать будет проще здесь. Не так смрадно будет. Но, с другой стороны, это же наши представители в Государственной Думе. То есть, эффективность представления республики в Государственной Думе в последние два цикла избирательных в Госдуму сильно упала. Это говорит о том, что депутаты не работают. Ну, и это мы видим. Как хорошо взаимодействует с Госдумой и с федеральным центром Татарстан, и как плохо взаимодействует Башкортостан. В определенном смысле это связано с тем, что не работают депутаты Госдумы. То есть, здесь выбор отбросить от себя подальше вот эти смердящие персоны. Это хорошо. Но, при этом, они же и будут нашими представителями в Госдуме. Это плохо. Вот нам нужно что-то выбирать. Продолжаются события вокруг объединения вузов республики Башкортостан. На прошедшей неделе республику внезапно посетил заместитель министра просвещения и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Московский гость, очевидно, не был готов к напору гостеприимства Башкирии и ее чиновников. На следующий день, после горячего приема и предположительного омовения в кумысных источниках, Дмитрий Афанасьев, не твердо владея разговорной речью, промемлил пару слов про то, что очень важно объединять объединяемое, впихнуть невпихуемое и усилить неусиливаемое, отбыл в Москву, видимо, не приходя до конца в сознание. Но вот эти вот несвязанные высказывания заместителя министра тут же были подхвачены башкирскими госсми и интерпретированы в очередное окончательное решение вопроса. Мы уже помним, да, сколько раз окончательно этот вопрос решал господин Кельсинбаев, Барданов, да и Сидякин, но, собственно, ВОЗ и ныне там. Очевидно, что господин Афанасьев, протрезвев в столице нашей Родины, даст объективную оценку своему начальству ситуацию в Башкортостане, объяснит, насколько недопустимо вот это вот преподавательское куштау, которое того и гляди у нас случится в республике. Действительно, Москва обеспокоена неспособностью вот этих вот ребят, я имею в виду Барданова, Кельсинбаева и Сидякина, провести достаточно несложный процесс и объяснить людям то, что нужно было объяснить заранее. В общем, процесс идет, а мы наблюдаем за тем, как перетягивается канат. После очередных скандальных заявлений министра по труду, социальному обеспечению и семье, еще чего-то там важному, Ленара Ивановой, журналисты в Уфе заинтересовались, в конце концов, ее материальным положением, насколько она обеспечена государством. И мы помним, что ее заявления были связаны с тем, что безработных стало больше, потому что государство слишком хорошо о них заботится. Так вот, журналисты выяснили, насколько хорошо заботится государство о самой Ленаре Ивановой. И с удивлением узнали, что в день Ленара Иванова получает от государства, то есть от нас, сумму, превышающую среднее пособие по безработице в месяц. Вот теперь задумайтесь, министр по социальным вопросам получает в день денег столько же, сколько получает средний безработный в месяц от нее же там вот в качестве вот этой заботы государства. Прибавьте сюда ее райдер, о котором мы как-то говорили. Мадам Иванова, когда путешествует по любимой республике, требует, чтобы в каждом ауле и в каждой деревне или в поселке, куда бы она ни прибыла, был обязательно визажист и бассейн, потому что без этого она жить не может. И все это бесплатно, естественно, и транспорт, и медицинское обеспечение, и прочие-прочие вещи у госпожи Ивановой бесплатно. Плюс вот такое денежное содержание в день она получает больше, чем безработный в месяц. Несложный арифметический подсчет говорит нам о том, что госпожа Иванова обходится бюджету республики Башкортостан в сумму, эквивалентную той, которая была бы истрачена на содержание 500 безработных в течение полугода. В общем, вот вам и вилочка, да? Может быть, нам сэкономить на одной Ивановой и облагодетельствовать 500 безработных? Ну и традиционно немного почты, которую мы получаем. Мы действительно получаем очень много всевозможных сообщений, писем и прочих вещей. Слава Богу, пока еще не начали получать посылки. Есть хорошая информация. Вот сегодня я говорю о сообщении нашего слушателя-подписчика Тимура Бекбулатова, который прислал очень тревожную историю о том, что в районе набережной реки Уфы, дом 71, в последние дни происходит регулярный сброс нефтепродуктов в реку Уфимку, которая впоследствии впадает в реку Белую. Там уже установили какие-то боновые ограждения, которые не особенно справляются со своими обязанностями. Совершенно непонятно, что происходит, и с какой стати в Уфимку сбрасываются нефтепродукты. Ну, в общем, вот видео. Посмотрите, если нас смотрит кто-нибудь из МЧС или Министерства по экологии и охране окружающей среды, примите какие-нибудь меры, потому что, ну, в черте Уфы сбрасывать нефтепродукты в реку, это уже как-то за гранью разумного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова